Боткшлох. Конкретная адресная программа по дальнейшему улучшению условий жизни населения. Инициатива продолжает расширять масштабы созидания и благоустройства. В этот раз в объективе наших камер Хавасский район Сардаринской области. Тотальное благоустройство Хавасского района под свой личный контроль взял президент Шавкат Мерзиёев. Так, на протяжении двух лет здесь проводилась колоссальная строительная работа. И вот результат. Буквально посреди степи на месте старых лачушек возведен новый город с самыми комфортными условиями для жизни. Новые дома, дороги, объекты социального предназначения. Особенно вдохновилась местная молодежь. Ситора Умарова, магистрант Ташкентского государственного педагогического института, лидер молодежного движения, все свое свободное время теперь проводит в новом каворкинг-центре, который был сдан в эксплуатацию на днях. По словам студентки, после капитального благоустройства жизнь в ее родном Хавасе изменилась на 180 градусов. Раньше подобные условия мы видели только в европейских государствах через телевидение. А сегодня такие возможности есть у нас. Именно в нашем хавасском районе. Мы искренне радуемся тому, что каворкинг-центр появился. Я здесь родилась и выросла и по сравнению с тем, как было раньше и теперь, разница, как небо и земля. Еще одна особенность Хаваса – это его многонациональность. В мире согласия здесь проживают узбеки, таджики, казахи, русские, кыргызы и представители других национальностей. Такому невероятному преображению их родного края они также радуются вместе. Хавас – это находится на границе с Таджикистаном. Но вот вы сегодня в таком радостном, приподнятом настроении. Такое счастье, что тем более после вчерашнего выступления президента на Оли Мачлиск это нас вдохновило. Он сказал в своей речи, что наша страна многонациональна и действительно народ весь сплоченный и единый. Вот сегодня мы видим здесь и казахи, и русские, и узбеки, и татары, и мадвийцы. Все выступают и все радуются тому, что вот такой праздник, такое счастье. Особое внимание еще хочу уделить тому, что вчера речь президента о том, что нужно больше опираться на молодежь, это тоже вдохновляет. Здесь в Ингиере уже два института открылось, вот только за последние два года. Это, конечно, и вся молодежь, есть где учиться, есть куда стремиться. И тем более вот это сейчас то, что президент объявил год молодежи, это, конечно, большое воодушевление. В свои национальные одеяния Хавас облачается по праздникам. Сегодня он выдался особенным. Атмосфера радости царила буквально на каждом квадратном метре этой площади. Да, действительно, такой грандиозной стройки Хавас еще не видел никогда. Этот жилой массив местные называют Хавас-Сити. Впервые в районе сооружены пятиэтажные дома, в которых 860 квартир. Кроме них построено 150 новеньких коттеджей. Часть домов нуждающимся государство вручило бесплатно. Это детям-сиротам и многодетным матерям, нуждавшимся в соцподдержке. Одна из них – Луиза Па. С четырьмя детьми она много лет скиталась по съемному жилью или коммуналкам. Теперь ее жизнь продолжится в новеньком коттедже. Пока муж был живой, жили пока нормально, потому что муж и женой работали. На квартире жили нормально. Вот муж умер, стало тяжело. Я вот здесь в семейном общежитии переехала, потому что мы по квартирам мотались тоже с мужем. Потом в семейном общежитии однокомнатную квартиру мне дали. Ну, тяжело, конечно, там тоже жить. Работала, ну, как скиталась, то... Потому что образования нет у меня. Работала в Чехане, только посуду мыла. То уборщицей работала. И я обратилась в Махалю, написала им письмо, что я вот нуждаюсь, мне тяжело очень. Как я могу купить квартиру? У меня дети вот растут. Вот этот с первого класса. В школу иногда не хотел, потому что, мама, когда у нас будет свой дом? Я говорю, ну, потерпи. Мы приехали, когда мне сказали, вот этот дом, я прям тряслась, знаете, ключи взяла, у меня руки трясутся. Трясутся руки. И говорит, Луиза, вот здесь будешь жить со своими детьми, уже ты не будешь нуждаться. Ну, свой угол будет у тебя, понимаешь, крыша над головой. А я это, ну, это Зубайде говорю, который Махаля работает у нас, там работала. Она говорит, Луиза, вот заходи, посмотри комнаты. Ну, я представляла, я думала, там, может, одна, две комнаты, аж целых три, понимаете, какое счастье. В рамках благоустройства в Хавасе сооружено множество и административных зданий, агентства государственных услуг, где людям будут оказывать целый комплекс услуг, начиная от выдачи свидетельства о браке до водительского удостоверения. По соседству построен экологический рынок и торговый комплекс. Также заново отстроены и капитально отремонтированы другие здания. А это обитель святыни, место паломничества. Этот комплекс был построен буквально с нуля. Продуман в Хавасе и вопрос с созданием новых рабочих мест. Неподалеку от райцентра сооружена новейшая швейная фабрика на несколько сот рабочих мест. Сюда в основном приглашены девушки, ранее ходившие без работы. Вот так в одночасье жизнь Хавасского района стала намного комфортней и радостней. Редактор субтитров А.Семкин